Доброй ночи, друзья мои! Сегодня у нас в гостях народный депутат Украины, человек из того сегмента украинской политики, который принято называть новой лицей украинской политики. У нас сегодня в гостях народный депутат из блока Петра Порошенко Владислав Голд. Народный депутат Украины от партии блока Петра Порошенко. Юрист, международник, экономист, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия. Входит в состав постоянной делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. В прошлом заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. Вместе с женой воспитывает сына и шестимесячную дочь. Владислав Голуб. В программе Наталья Влащенко. Люди. Здравствуйте, Владислав Голд. Виталий Вас. Ну, начну с того, пожалуй, начну, знаете, как люди, у меня плохой характер, это уже стало при ЧВС, и прямо с этого и начнем. Вы пришли в украинскую политику не из-за боя и не из тракторной бригады, и вы пришли, собственно говоря, побыв в какое-то время помощником народного депутата. История известна. И через эти истории очень многие молодые люди, они как бы для себя поняли, что это кратчайший путь в политику. Но у вас еще было дополнительное обстоятельство. Вы являетесь дядем Сергея Соболева, депутата с большой кредитной историей в украинской политике. И хочу у вас вот что спросить. Вот как вы считаете, все эти семейные истории, потому что их очень много у нас в парламенте, они как бы добавляют авторитета украинской политике или нет? Потому что семейственность, она всегда не приветствовалась. Но семейственность кино – это одно дело. Там, знаете, пришел человек, и зритель проголосует билетами, да, например, или там ногами в театре. Плохой актер, ну плохой актер, неважно, кто у него папа. В политике же это не совсем так. Вот какие у вас были ощущения на эту тему? Ну, я дякую, насправді, за запитання. Дійсно, я є зятем Сергея Соболева. Але от питання непотизму або, як іншими словами, представлення якихсь семейних зв'язків в політиці – это действительно достаточно дискуссийное питание в нашей стране. З іншого боку, если мы, например, даже проаналізуемо другие страны, ну, возьмемо ті же Соединенные Штаты, что не исключено, что в наступном году мы можем побачить выборы президента США, где с одного лагеря, возможно, потенциально будет представленный сын президента, колишнего, и брат, соответственно, президента, а, с другой стороны, возможно, дружина колишнего президента. Тому это питание достаточно дискуссийное. Питание в другом, как я до этого отношусь. Звичайно, я буду противником таких вещей, если это приводит до певных коррупционных складов. Но если человек самостоятельно, каким-то чином, пытается добиться этого шляха, и байдужих, на самом деле, кто у него есть родичей, если он свободно выбирает этот шлях, и при цьому не использует те или иные возможности тієї особи, ну, соответственно, какого-то своего родича. Тому это моё отношение к этому вопросу. А щодо думи власної історії, то, ви знаете, я достатньо довго був помічником консультантов, народних депутатів різних. Найбільше я працював з Ігорем Олексеевичем Гринєвым. Я працював в міжнародних юридичних компаніях, зокрема, у меня было три роки в Бейкер-Маккензі. Я працював в українських юридичних компаніях, я займався инвестиційным консультантом. Тобто, насправді, я реалізовувався як особистість окрема. І при всій мої повазі і любові дійсно до Сергія Соболєва, я намагався будувати власну кар'єру. Тобто, всі мої перемоги, я хотів, щоб були моими перемогами. Але і поразки хочу, щоб також були моими поразки. Данислав, ви говорите слова якісь, які дуже складні. Але я, наприклад, за таке сочинення в школі я б поставила три. Ну, тому що слова-то правильні, але задовжу не хватає. Понимаєте, коли ви говорите о Хиларі Клинтоні, наприклад, чи об Буші-младшому, це люди, які працюли достаточні, в чому вся Америка виділа, достаточні длинну дорогу в політиці. Вони не прийшли в 23 роки в парламент, тільки тому, що вони були чим-то сыном, чи чиї-то дочери, чи чиї-то женою. Люди представили Америке долгую кредитну політичну исторію. Вони сделали этот проект, этот проект. Вони були на этой должности довольно долго. Вони осуществили вот це. Понимаєте, і тоді, звісно ж, у Америки нет вопросів, чому Хиларі в політиці. І всім понятно, що це не муж її вставив в політику. Але коли приходить, наприклад, молодой сын президента, який ще нічого не успів в житті зробити, коли приходите ви, да, по професії, там, переводчик з французського, який какое-то время, да, поработали помощником депутата Гринєва несколько років, і несколько років в юридичній компанії, завжди питання, який опит у цього людину, для того, щоб він став народним депутатом України. Вот в чому питання. Ну, давайте все ж таки тоді повернемося до моєї професії. Я не є перекладачем з французької мови. За своєю освітою я є юрист-міжнародник, я закінчив інститут міжнародних відносин. Ну, спеціалізація у вас була французька? Ні, спеціалізація у мене юрист-міжнародник, а так як у нас є додаткова спеціалість, я перекладач з англійської та французької мови. Більш того, маю економічну освіту, і маю також закордонну освіту. Я отримав магістра банківського і фінансового права в університеті міста Лондону. Тому я є юрист за фактом. Тобто ви вважаєте, що хороше образування означає автоматичні можливість автоматичного перещовківання в українське політичне поле? Ні. Знаєте, чому я спрашиваю? Це є основа. Давайте я поясню. Це є певна основа. Бо, знову ж таки, після того, як я отримав освіту українську і закордонну, я себе реалізовував. Самостійно реалізовував в приватному секторі. Якщо ми говоримо про мій особистий випадок щодо мого приходу в політику, то я, наприклад, виграв мажоритарний округ. Я не пішов по списку жодних з партій. Я поїхав в Черкаську область, де мешкає більшість моєї сім'ї зі сторони батька. Мій батька сам родом з Канівського району. Я обрав цей округ. Я чесно відпрацював на цьому окрузі. Я і далі працюю на цьому окрузі. І жодного разу я не намагався отримувати якоїсь підтримки окрім моральної від того ж Сергія Соболєва. Бо, знову ж таки, давайте на моєму прикладі подивимося. Я є представником блоку Петра Порошенка. Він є представником партії Батьківщина. На моєму окрузі був представник партії Батьківщина і вів активну кампанію. І ще перед виборами ми знову... Ну, давайте так скажемо... Що це означається з точки зріння? Підписали такі джентельменські парі про те, що... Ну, не парі, а угоду. Про те, що якщо це буде моя перемога, я хочу, щоб вона була моя перемога. А якщо це буде моя поразка, я знову ж таки хочу, щоб це була моя поразка, щоб в мене не було підстав когось звинувачити. І хоча от... Ну, давайте подискутуємо. Чи міг він мені допомогти там сказати, щоб Батьківщина умовно нікого не висулала на моєму окрузі? Напевно так. У нього достатньо для цього політичного... Але чи зробив він це? Ні. Владислав, существує велике кількість технологічних способів видвигає, наприклад, слабого кандидата зарані. Там був сильний кандидат. У мене був на окрузі сильний кандидат. І ще є дуже багато адміністративну складову і виправа в ріянні можна завжди використовувати. Зараз ми в це не будемо вникати. Мене просто було інтересно ваша позиція. Ви пошли в паріетику... То есть я посмотрела внимательно вашу біографію. Ви достаточно біз... Ви були там у Грэнева народним помощником його. Ви були какое-то время помощником у Бондаренко. Вернее, не помощником, а даже замом глави КГБ. Тоже, знаете, це як-то огромний город, столица. Один із замів Бондаренко, коли він був мэром. Це тоже вопрос. Тому що це повинні бути люди, у которых є опит. Тобто, хтось вас назначив цим замом. Ви заслам. Володимир Дмитриевич Бондаренко. Але хтось з Володимиром Дмитриевичем говорив на цю тему. Володимир Дмитриевич, давайте про цю історію також, щоб я готовий віддати відповідь. Ви же не той чоловік, який віддалі, допустим, 5 років роботи своїй, який хорошо знає Київ. Ви згадали 4 великі відомства фактично, 4 департаментів. Я курував 4, насправді я мав курувати 2, але після того, як були звільнені інші зами, тимчасово я курував ще 2. Але питання в іншому. Я також в той час, коли Ігор Олексійович не був обраний в парламент, я був у Володимира Дмитриевича помічником, і ми достатньо багато говорили про Київ, про моє бачення, враховуючи те, що я, знову ж таки підкреслюю, я займався завжди юридичним супроводом різних транзакцій, а також інвестиційним консалтингом. Я їм указав про своє бачення залучення інвестицій в Київ. І після того, як він був призначений головою Київської міської державної адміністрації, він не був мером, він був головою Київської міської державної адміністрації. Так, це правда. Він мені запропонував, після того, як ми провели достатньо дискусії, піти до нього радником. Я певний час пропрацював у нього радником, И когда он увидел, что моё желание действительно изменить что-то в Киеве, потому что меня, как киянина, не влаштовывало... Хорошо, что удалось изменить в городе Киеве за время работы? Дивите, я был достаточно маленький час заступником главы Киевской администрации, был 5 месяцев, но я пытался везти, и первый подвал для этого сделал, для так называемого единого инвестиционного векна, для того, чтобы любой инвестор, который приходил к Киеву и... Владислав, что вам удалось изменить? Еще раз я хочу повторить, за достаточно короткий период, тяжело что-то сделать, но, опять же, те работания, что я хотел сделать, я начал делать подвалами. Что дальше, как оно уже реализовалось, ну, это, на самом деле, уже, скорее всего, вопрос не до меня. Вы входите, сегодня вы входите в блок Петра Прошенко. Это один из таких самых больших системообразующих в парламенте блоков и фракций. И зачем, как вы считаете, зачем нужно было создавать межфракционную группу, куда вошел ряд депутатов из разных фракций? Какую задачу ставила ваша межфракционная группа для себя, задачу из таких, которых не ставил для себя блок Петра Прошенко, чтобы были вынуждены войти в межфракционную группу? Видите, межфракционная группа «Еврооптимисты» представлены практически всеми фракциями коалиции. Нема у нас представника Радикальної партии Украины. Это большая потеря, я считаю. Мы, когда объединились в межфракционную группу, то за мету мы ставили, а это передусім молодые депутаты, какие выбраны впервые. Какую задачу вы ставили перед собой? Мы хотели, враховывая то, что вы працетете на базе этого межфракционного объединения, спильную позицию, далее и доносите уже до наших фракций и, соответственно, каким-то чином изменения. Владислав, вы знущаетесь над мной сейчас? Я спрашиваю, какую задачу из тех, которые вы ставили основной фракцией коалиции, вы ставили перед собой. Зачем вы объединились в межфракционную группу? Закон про снижение кворума акционерных товариств. Достатньо известный закон, который, на самом деле, выпрацовывался на базе платформи межфракционного объединения «Еврооптимисты». Мы его писали, потом передавали в Кабмин, и Кабмин уже вносил… Мы это кто? Это кто? «Еврооптимисты». Вот вся группа, Водотурский, Габко, вы… А кто? Это была Виктория Пташник, я, Павло Резоненко. Ну, я… Кожен в чём-то свой доклад. Виктория Войтиска. Почему нельзя было, будучи членом, просто членом блока Петра Порошенко, быть инициатором этого закона? Для чего создавать межфракционную группу? Смотрите, вы уже почти год существуете, да, потому что вы с самого начала, там, парламента сколько было? Девять месяцев, да? Да. Я вот не понимаю цели создания вот этих межфракционных объединений, кроме пиаровских. Потому что было много фотографий, вы все стояли, все фейсбуки были, так сказать, ну, потому что все же ведут фейсбук, понятно. Все красиво стояли, говорили, мы тут обжарим этим негодяем. Правда, все потом голосовали за закон 1558. Все же имеют западное образование, но за закон 1558 все проголосовали. И много, да, конечно, я поэтому сейчас с вами не дискутирую. Поэтому я говорю, что, вот какие значимые цели, осезаемые, вы перед собой ставили, кроме цели красивой фоточки разместить в красивых инстаграмах? Мы, Малино, мы хотели на базе МФО сделать дискуссийную платформу с разных фракций, потому что мы есть разные, где мы залишаем нашу политическую, мы достаточно разные, но много в чем нам вдаётся приходить до спольного тотожнего знаменника. Для чего для этого делать межфракционную группу, скажите? Разве вы не могли просто собираться и дискутировать? Ну, потому что таким чином, насправді, это певная институциализация наших відносин. Хорошо, поговорим, понимаете, когда нужна, я понимаю, когда нужна, как вы говорите, институциализация отношений, когда люди вступают в брак, или когда у них есть наследство, или ещё что-то. Для чего она вам была, не очень понятна, но неважно. Вот конституционные изменения, это один из ключевых вопросов. Сегодня есть несколько ключевых вопросов. Мир на Востоке, Конституция и реформы экономические, да? Ну, просто другого, это самое важное. Вот Конституция. Вы, у вас юридическое образование. Вы человек прогрессивных, либеральных взглядов, насколько я понимаю, не левых. Не левых. Не левых. То есть вы всё-таки поклонник закона, что всё было по закону. Вот как вы считаете, конституционные изменения, в результате которых, да, потому что вы их читали, я уверена, вы изучили предложение президента, в результате которых фактически меняется строй политический. Ну, потому что у нас становится государственное устройство не парламентское президентское, а президентское парламентское. Ну, там ряд положений, которые всё-таки значительно укрепляют президентскую вертикаль. Давайте, ну, тогда скажите, в чём и самое. Або давайте проговорим о том, что называется step-by-step, покроково. Ну, я очень много сейчас слышу в информационном просторе вопроса, что это не децентрализация влади, а это певна централизация влади президентской вертикали. Я полностью не погоджуюсь с целью позиции. Давайте вот побачим, что саме там передбачается конституционная реформа. Зокрема, введение институту префектов, на чём саме акцентуют адепты централизации. Префекты будут назначаться? Безумовно, за поданням Кабміна. Але какие повноважения у префекта? У префекта есть контролюючі повноважения та координуючі повноважения. Він не будет нести ніяку виконавчу функцию. Але, з іншого боку, префект може зупиняти акти місцевого самоврядування. Причому президент, от давайте покроково, це перший крок, він зупиняє акти місцевого самоврядування. Далі він подає відповідне подання президенту. Другий крок. Президент далі направляє таке рішення на конституційність чи не конституційність такого акту. І хотів би зазначити, що префект може зупинити тільки ті рішення місцевого самоврядування, які суперечать Конституцію та законів України. На досвідження в Конституційний суд. Дозвольте, я завершу. Далі Конституційний суд повертає свої рішення до президента, і президент може далі приймати, ну, насправді, подивіться, скільки кроків проходить, про яку централізацію ми в данному... Надислав, неужели ви сам, вот ви самі проговорив всі ці шаги, неужели ви самі не чувствуєте, що у центральній власні і у префектів, в частності, які є представниками фактично президента, з'являється мощніший блокіруючий пакет. Тому що, поки все це пройдет, ось ці всі кроки, любу ініціативу місну можна останавливати. Безумовно, а знаєте... Фактично, у вас є мощніший інструмент, і фактично це означає, звісно ж, ескалація централізації. Безумовно, є фактично такий інструмент. Інструмент зупинення таких, я хочу нагадати, давайте повернемося трошки в історичній ретроспективі, коли приймалося рішення про Україну не в НАТО, місцевими органами самоврядування, які зовсім не відносяться до функціоналу цих органів, або приймаються ці сепаратистські якісь рішення. Чи має бути в країні, в яка знаходиться в тім стані, яке воно знаходиться? Это вы уже говорите про обосновання. Когда, посмотрите, наша дискусія, вот эта локальна сейчас, начинала з того, что я говорю, речь идет об усиленні центральної вертикали. Вы говорите, нет, на самом деле не так, потому что, смотрите, вот здесь будет так, так и так. Я говорю, ну на самом деле же, это и означает эскалацию централизации. Вы говорите, ну а что ж вы хотели? Конечно, да, потому что некоторые могут неправильное решение принять. Но у нас сепаратистские решения принимали там 2-3 области. Почему же должны тогда пострадать все? Объясните. Я хочу напомнить вам про те решения. Мы сейчас все смотрим на ту ситуацию, которую мы имеем на Сходе. А давайте вернемся на несколько лет тому, когда вы напомнили, когда вы напомнили, когда вы напомнили, когда вы напомнили, что в режиме Януковича, тотально органы местного самоврядувания, правильное решение про то, что Украина не должна идти в НАТО. Пояснить мне, будь ласка, чьи відноситься це до полноважень органів местного самоврядувания? Конечно, нет. Ну, давайте, давайте, что-то не... Вот поверьте мне, я точно так же, как и вы, за то, чтобы Украина была в НАТО. Так. Вот поверьте мне. И точно так же либерал. Но я говорю о том, вот сейчас только, о том, что мы должны создать в стране абсолютно правовую систему, где все будет по правилам. Если речь идет о том, о дальнейшей централизации власти, если в тело Конституции вносится, например, вы говорите, там нету закона про особливый статус Донбассу. Хорошо. Мы назовем то, что мы туда вносим, законом про особливость и самоврядувание. Но, понимаете, от перестановки слов этих не меняется сам смысл того, что вы считаете, что мы туда не заносим сейчас очень опасный прецедент. Сегодня этого хочет Луганская, Донецкая область или там районы, которые оккупированы. Завтра этого захочет Закарпаттия или еще кто-то. Мы не вносим туда эффект домино, потому что раз мы создали такой прецедент, почему это в другие области не могут хотеть какие-то. Зачем мы сейчас все это вносим в тело Конституции, Владислав? Смотрите, насправді пункт 18 перехідных положений Конституции, который говорит про то, что особенности местного самоврядувания в некоторых районах Донецкой и Луганской области визначаются законом. Крапка. Наразі у нас вже є діючий закон, який регулює... Тоже интересный момент. Вы знаете, как проходило голосование по закону? Это же закон 16 сентября, вы имеете в виду, который был проголосован предыдущим парламентом. Если бы вы интересовались, как голосовались те законы в этот день? Нет ли да? Нет ли да? Зокрема, там было багато, зокрема, и ратификація угоди України з'явствий день. Вы знаете, что эти законы были проголосованы при отключенной господином Турчином, который был спикер, при отключенной системе РАД. Таких подробиць я не найду. А вот я вам говорю, вы поинтересуйтесь у коллег. У нас есть два способа голосовать законы в РАДе. Это тайное голосование бюллетенями, либо же система РАД. Я права? Так. Да? В соответствии с действующим законодательством. Была отключена система РАД и не голосовалась бюллетенями. Это, ну, это я вам говорю... Я просто не бачу механизм тогда принятия законов, каким-то... Ну, вот... Ну, мы не насправде... Я подсказываюсь... Да, просто спикер сказал, проголосовано. Вот и все. Окей. Да. Поэтому, вот если вынести даже за скупки, как в тот день это все голосовалось, дело в том, что даже тот факт, мы голосовали много неправильных законов. Правильно? Мы сейчас, возможно, нам стоило бы пересмотреть, вот, да, прецеденты, которые мы создаем, потому что все, что есть, что от нас требуют Минские соглашения, это все-таки очень опасно и очень прецедентно, я бы сказала, потому что закон о широком амнистии, закон о выборах на оккупированных территориях. Вас ничего в этом не смущает? Дивися, если мы говорим там про закон про выборы на тих территориях, есть единственный закон, который должен регулировать порядок оборудования местного самоврядувания всех, это закон Украины про местные выборы. Закон Украины подкреслишьерс. Про жодные другие законы не должно быть мови. И именно на этом и наполягает украинская влада, что если выборы должны проходить на тимчасово окупованих территориях Российской Федерации, то исключительно по закону Украины согласно международных стандартам для того, чтобы выборы признаны как Украины, так и международной спланированностью с доступом украинских ЗМИ, потому что мы все понимаем, что на разе нет никакого доступа украинских ЗМИ до тех территорий. Поэтому про другие механизмы оборудования не есть мова и не должно быть так. А как вы относитесь к тому, что главы Донецкой и Луганской говорит о том, что даже на неокупированных территориях проводить выборы не надо. Вот ваше мнение это правильно или нет? Дивите, говорится про ту 30-километровую зону, где фактично вона безлюдна, там наразі нема людей. Только об этом. Ти населенные пункты, где не будут проводиться выборы, мы проголосовали по установе Верховной Ради Украины про призначение местных выборов. И где, в частности, значили, что ВСАДД мают визначити перелик населених пунктов, где не должны происходить в силу разных обставин выборов. Это подание идет в Центральную выборчую комиссию. Центральная выборчая комиссия направляет свои решения до Верховной Ради Украины и далее Верховная Рада Украина уже принимает решение, чи проводить в соответствующих населенных пунктах, чи не проводить в населенных пунктах. Просто эти люди лишены всего, на самом деле. У многих они лишены крови, домов, многих лишили бизнеса и так далее. Мне кажется, мы их не должны, если у нас есть возможность, мы их не должны хотя бы лишать права голосования. Что такое переходное положение в Конституции, скажите мне? Чтобы зрители понимали, что это такое. Потому что мне всегда казалось, что основной закон это основной закон. Там нет никаких переходных или непереходных положений. Это 16-й раздел Конституции и будь-якие перехидные або кинцевые положения, они имеют на метре три функции. Або первое, раскрытие основного положения відповедного тела або воно обмежено в часе, або мое одноразовую дію. Вот, если мы проанализуем все перехидные положения, которые наразе есть в Конституции Украины, они имеют в той или иной способе какую-то або одну... А чем они ограничены? Как они хронологически ограничены? Ну, снова таки, они або мают одноразовую дію. Мы бачили в перехидных положениях, что там выборы президента Украины происходят в последнюю неделю я действительно пытаюсь ездить, в частности, поддерживаю хлопцев, которые представляют мое округ Черкаська область. А, то есть вы ездите к тем ребятам Черкаська область, которые там воюют? Я допомагаю, я допомагаю. Так вы помогаете ли вы ездите туда? Я допомагаю, ездячи туда, надаючи певную гуманитарную допомогу. То есть вы там бываете как волонтер? Звичайно. А где вы были, скажите? Ну, останнім часом я був волновас, ну, я був в інших також населенных. Вот ваши личные человеческие ощущения от того, что там происходит? Это страшная картина. Это действительно страшная картина. Это, ну, ну, важко насправді коментувати свершим. Как вам кажется, война продолжается, потому что война, как это цинично не звучит, это все-таки бизнес? Или она продолжается по каким-то совершенно объективным причинам? Військовые действия продолжаются, потому что это выгодно Путину. И это единственная особа, которая зацикавлена всех. Мы все прекрасно понимаем, что если Путину это было бы невыгодно, мы уже давным-давно забыли про те события, которые мы имеем на Сходе Украины. Для чего это ему нужно? Это вопрос, наверное, для другой дискуссии. Это и для внутреннего вжитка, для безпосредних граждан Росии, так и для, возможно, какого-то внешнего знака того, что он такой могучий и всесильный. Владислав, у вас были публикации, я вчера анализировала перед нашим интервью, что по вам есть, наводила справки, по вам было много публикаций о том, что вы пропускаете много заседаний в парламенте. Это было через два месяца, было там, что вы пропустили две трети, 16 заседаний, что ли, это было через два месяца после начала работы парламента. Как дальше? Во-первых, почему вы пропускали в самом начале столько много заседаний, потому что я считаю, что если человек не хочет быть на рабочем месте, там, скажем, ну, обычного, нормального человека по другому кодексу за три прогулы увольняют. Я бы тоже увольняла, честно говоря, народных депутатов за три прогулы. Как у вас сейчас с этим? Абсолютно погоджусь. Слава Богу, діяльность народного депутата зараз достатньо публично. Про відвідание народного депутата мы вси можем побачить на сайте Верховного Я не пропускаю заседания, окрім тоді, коли я є в офіційному відрядженні, бо я є член делегації Верховної Ради до Парламентської Асамблеї Ради Європи. І це, відповідно, можна побачити на сайті Верховної Ради. Один раз я був на конференції в Польщі щодо люстраційних процесів, коли мені не оформили відрядження, але я вважав, що це буде потрібно для імплементації тих норм і вивчення досвіду Польщі та Чехії, де були представники і мене, і відповідним чином мене не було в січні місяці. Тому я, можливо, ну, зрозумієте, то, що ті публікації, вони були ініційовані моїм колишнім конкурентом на окрозі. Клівета, понятно. Ні, насправді, це ж інформація публічна, розумієте, це ж не те, що можна заховати. Загалі, загалі, всі наші зрителі можуть зайти і посмотріти. Перед тим, як ви мене задаєте вопрос... Я єдиний коментар. На жаль, українська політика така, що от у нас людина, яка програє вибори, вона не може привітати людину і сказати давайте... Во всьому мірі політика така. Не погоджуюсь. Дивіться, навіть той же Бронислав Комаровський, він привітав Дуду практично зразу. Ну, то ви говорите примери, які звісні во всьому мірі, пример больших політиків, понимаєте? Питання в іншому, що українська політика має бути так. Але, на жаль, у нас, як тільки закінчуються вибори, то людина, яка програла, намагається дискредитувати. Перед тим, як ви, якщо захотите, зададите мені вопрос, я хочу вас запросити. Последний вопрос задати. Що ви спитували, коли я задавала їм, звісно, неприятний вопрос і, звісно, неприятність себе вела? Це понятно. Що ви спитували? Какі чувства? Ну, насправді, я вважаю, що у нас була коректна дискусія. Я не відчував якихось неприятних питань. Значить, ви реагуєте, ви, дійсно, реагуєте по-європейськи, готові до публічної діяльності. Задавайте вопрос, якщо хочете. Дякую. Ну, от, я також намагався готуватися до ефіру і моніторів те ефіри, що у вас були. У вас було достатньо багато нових або депутатів, які обрані вперше, молодих депутатів. Чи вважаєте ви, що у депутатів восьмого скликання є критична маса людей, які дійсно хочуть змінити цю країну? Все дуже разно, дійсно. І є дуже підготовлені і фантастичні, одарені і жилаючі роботати в політичному менеджменті хлопців, безусловно. Тому я взагалі не люблю термі нові ліця, молоді політики, тому що насправді є люди одарені і є люди неодарені. Є патріоти, насправді, а є просто карьерісти, які прийшли. Але хочу вас огорчить, критична маса нет, к сожалению. Є патріоти. Є патріоти. Которые дуже хотіли б, але вони, к сожалению, не готові. Це в основі люди, які прийшли з армії, і так далі. І вони самі це знають і більше проводять в ату времени, тому що це не їх робота. Тому, конечно, парламент восьмого склыкання оставлял би желати лучшого. Це, ну, як говорила, вже класик украінській, новіші історії, маємо тащу маємо. Дякую. Дякую большое, Владислав. Що ж, з нами сьогодні був Владислав Голубь. І це був один із тих немногих людей, який мене удивив, тому що я представляла його себе совершенно по-другому. І удивив він мене, наверное, в хорошем смыслі цього слова. А я прощаюся з вами. І желаю вам только одного. Засыпайте спокійно, просыпайтеся з надеждами, тому що я точно абсолютно знаю, що у нас все буде, все, що ми на самом деле захотимо мати. До свидання, до завтра. Дякую.